Дикий холм 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 Скажите, пожалуйста, вы развивали гибкость вашего тела и развиваете и известно, что вместе с изменением нашего тела изменяется наш внутренний мир, наше восприятие Скажите, вместе с тем, как вы изменяли себя в теле, что изменилось внутри у вас? Все. То есть в каком направлении это? В лучшем. В лучшем. То есть вы как-то стали больше принимать этот мир, как-то менее жестким? Или в каком? Сейчас я покажу. Извиняюсь за шорох. До занятия гибкостью я смотрел на мир вот так. Представляете, я либо камеру вижу, либо оператора, либо вас. Все вместе не вижу. Потом стало расширяться. Я и оператора, и камеры вижу вместе. Потом шире, шире, шире. И теперь я это вообще убрал. Я вижу даже боковым зрением, я вижу даже вот там сайт написан. Ну это и все видят, не только я. Просто на мир шире стал смотреть. Просто взаимосвязанная же, как сетка, знаете, как колготки женские. Если вы потянули одну эту, да, она вся распорится. Вот так все взаимосвязано, как шитый вязаный свитер, да. Так же в организме. Отдельно не может существовать. Знаете, когда зуб болит, болит вся голова. Если левая, левая голова, часть головой. Поэтому ничего отдельно не может в организме быть. И если ты развиваешь что-то одно, если ты умеешь слушать себя внутренне, вот эти потребности. Всегда появляется потребность, как разминка для тела, так существует разминка для ума. Допустим, почитать афоризм. И иногда я когда цитирую афоризм какой-нибудь, да. Подожди, подожди, я ну снова раз опять. Не понял снова. Человек не готов переварить. Потому что он разминал, может он спортсмен там, да. Но он развивал только физическое. А вот ему афоризм, чем даже медленно цитируешь, он не может догнать. Потому что слова не просто слова. Они имеют такой смысл, что их надо, надо же было так сказать. Иногда строчка бывает, имеет смысл больше, чем целая книга. И вот когда такое даешь, это сливки, да, вот это. И он не готов, а тело готово. Значит, он в свое время не слушал внутреннего этого позыва гармонично развиваться. Очень много спортсменов, даже знаете, анекдоты есть, когда тренер нам запретил думать. Там двое лет. Как ты думаешь, тренер запретил нам думать. То есть люди, у любого, развивая себя физически, появляется потребность, но он его не слышит. В шуме, гамме, в друзьях, уединения нет. И он физически развивается, становится чемпионом и видит, что гармонии не хватает. Поэтому очень важно прислушаться к себе, быть в уединении. Вы как человек спортивный, занимающийся таким неповоростным направлением. И мы вас увидели на экранах. Вы стали сниматься в художественных, телевизионных фильмах. Как это произошло? Это была ваша инициатива или вас пригласили? Хотелось бы узнать, вам всегда было это интересно? Если это было предложение, вы его с радостью приняли или все-таки сомневались, стоит ли вам сниматься на телевидении? Не, не сомневался. Просто обстоятельства сложились уже так. Весь опыт работы на сцене, за границах, на телевидении, передачах и так-так. Все это вместе, резюме, все вместе привело меня в кино. Так все сложилось. Я не так пришел в кино сразу, пришел и постепенно как-то получилось. Однажды я понадобился, чтобы сдублировать одного актера. Потом там же попросили у меня фотографии. Пошло-пошло и увидели, что я не боюсь камеры, увидели, что я могу. Помню, вот в одном фильме, почему меня взяли, да, был утвержден уже актер достаточно известный. Но у него была главная, вторая главная роль, а ему надо было там и на инструментах играть, и ногами махать, и на иностранном языке говорить. А когда режиссер увидел мое резюме, он увидел, так, иностранец готов, на гитаре может, на пианино может, ногами махать может, завернуться может. То, что нужно. Фактура есть, телосложение есть. Все. Все. Его нигде не надо дублировать. Поэтому вот то, чем я раньше всем этим занимался, когда мне говорили, зачем тебе то, 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 в результате привело к тому, что вот тебе реализация этих. Поэтому никогда не надо бояться думать, что, ой, зачем мне это зря время потерять. Никогда не теряйте время, когда это остается в вас, истинное богатство. Вы получили удовольствие от съемок? Вам понравился сам процесс, как происходили съемки? Еще продолжаю получать. Это здорово. Я думаю, каждый, наверное, ищет в жизни найти то занятие, которое бы приносило ему удовольствие, а самое главное – душевное удовлетворение. А еще один вопросик. А кем вы хотели стать в детстве? Не поверить. Именно тем, кем я сейчас являюсь. И в области профессии, во всем. Вот у меня просто удивительно сбываются все мечты. Хотел жить, когда я букварь смотрел в первом классе, я мечтал увидеть мавзолей, кремль, спаску башни. Теперь я живу, и даже сидя на кухне, у себя вижу Спасскую башню, мавзолей. У меня сбывается все. Я когда был в Лас-Вегасе туристом, увидел на экране показывают актеров, звезд, шоу. А я был туристом в 95-м году. Я сказал, я хочу, чтобы меня здесь показывали. Проходит 3-4 года. Я там выступаю, компания «Десолей». Меня каждые 2 минуты крутят. Я через год отказался, устроил брата, уехал в Россию. И еще в течение 2-3 лет брат звонит, говорит, работаю я, а показываю тебя в этих рекламных, этих, на огромных рекламных. Я говорю, ну, клипы тебе еще сохранят. Сейчас уже его показывают. Вот. Невозможного нет вообще. Вы считаете, это планово нужно подходить? Это нужно рассчитывать? Об этом нужно думать? Без чертежа, без архитектурного. Свою жизнь надо чертежи представлять, что я хочу. В трех направлениях. Физическое, материальное, духовное. А как же жить одним днем? О, ни за что. Это не вас? Да, я всегда с такими людьми спорю. Недавно, позавчера был у меня разговор с девушкой. Одним днем. Ну, живется и живу. Ну, хорошо. А я говорю, а как ты? Если я это сделаю сегодня, я сегодня сейчас позвоню, скажу, купите у меня квартиру. Продал, там, пошел, бильярд сыграл, то, сё, разгулялся, всё. А через месяц, и что я говорю? Или даже завтра, да. Завтра уже нет. И буду идти там стучаться, не пустите ночевать. Вот у меня сумки. А смысл тогда? Я же не собирался завтра умирать. Поэтому это глупо жить одним днем. Так, может, поэтому вы этого не делаете? Потому что вы человек уверенный в себе. Верет вперед. Если за рулем мы едем, да, километров 120, скорость, если мы смотрим прямо под капот, да, представляете, вдруг яма, ты не успеешь тормознуть. А мы что делаем? Мы смотрим дальше и уже заранее сбрасываем. Да, уже даже, да. Совершенно. Рулить в жизни надо смотреть подальше. Совершенно, я согласен. Спасибо. Добрый день. Сегодня у нас в гостях мухтанг. Извините. Меня друзья так называют. Мухтанг. 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 Сначала про себя, потом... Возвращение Мухтара. Помните овчарка? Правда, грима было много, вы меня не узнали. Это Мухтанг, это гораздо круче. Да. Скажите, вы сняли с ними Платон недавно. Да. Давайте об этом поговорим. Скажите, как проходили съемки? Какая атмосфера царила? Нормальная, прекрасная. Летали в Лондон с Пашей Волей. Там тоже у нас были сцены. Потом здесь, меня на Майбахе катали, тут охраны, милиция, перекрывали Петров. Какие-то гламурные такие сцены. А фильм такой об этом там. Я там, когда-то из олигарха играл. Там у меня вертолеты, там усадьба у меня там. Ну, что я очень богатый по сценариям. А как вам Воля? Только по сценарию. Как вам Павел Воля? Вы знали его раньше до этого? Знал мало. После кино больше общения произошло. Как он в жизни отличается от сценического образа? Почти нет. Я помню, в Лондоне прилетела его девушка, и он с ней после съемок, айда в клуб. Пойдете в клуб? Я говорю, не, я не хожу в клуб, я ни разу не пошел. Мне интересно было читать книгу. Не знаю, есть такой амфоризм. Где мало ума, где много шума. Вот в клуб зайдешь, это шум, это не мое. Совершенно право. Поэтому я предпочитаю. А как вы попали, почему вы стали сниматься в этом фильме? Меня позвонили, пригласили. Сказали на кастинг, я приехал. Меня так причесали, так причесали. Кстати, у меня есть фотография, этот, как его, гример, не зная сценария, не зная, для чего меня нужно готовить, не зная моей роли. Он меня, значит, так сделал, что как-то выпрямил волосы, и они у меня вот такие. Я был похож на вот этого. Знаете? То есть, фотография, ну такая. И подхожу к режиссеру. Я говорю, я ему сразу говорю, это не пойдет. Нет, нет, все, что-то новенькое, иди к режиссеру. Я прихожу, они как-то засмеиваются, говорят, нам олигарх нужен, а не голубой. Все пошли, потом переделали, и потом у меня получился такой. Жесткий. Да. Как вы считаете, вы достойный, ну как вы оцениваете свою работу в этом фильме? Справился. Справился? Да, очень убедительно. Ксения, а ты бы хотела видеть, чтобы именно такой человек был олигархом? Или вот, а если бы сейчас Паша Войле играл бы олигарха, а я играл бы его роль? Нет, ну уж скорее я бы предпочла вас, потому что вы играете человека с очень глубокими принципами, с человека слова, а Паша Войле играет, скажем, человека без принципов. Вашу полную противоположность. И уж лучше видеть в роли олигарха человека с принципами, все-таки, мне кажется. Спасибо. Знаю то, что вы актер, каскадер, мне кажется, вы йогой занимаетесь, да? Да, иногда. А со скольки лет? Немножко. С 22-х я начал до 22-30-ти. Понятно. Мне кажется, у вас какое-то тоже специфическое питание, вы, наверное, вряд ли едите мясо. Я вообще к питанию вообще не имею никакого отношения. Знаете как? То есть не значит, что я не ем, я просто ем все, что вижу. Я не привередлив вообще ни в чем. Никогда не соблюдал. Говорят, надо есть, как там, раздельное питание есть, там, вегетарианство, все. Ну, может быть, потому что у меня не хватает времени еще этим загрузиться, выучить там, что у меня есть, что не есть, там. Это еще целое, еще да. Я ем все, все кряду. Но я выбрал другой путь. Можно есть все, позволять себе все, но при этом заниматься над собой. Либо есть другой путь. Ограничивать себя, изучать там все это, есть так и не заниматься. Но все равно результат лучше, когда ты занимаешься, потому что физическая нагрузка, все, все, вот это позволяет. Организм, кстати, сам подсказывает. Я выбрал этот путь, почему? Потому что мне не надо будет расписывать, думать, я слушаю, что я сейчас хочу. Я это чувствую, организм подсказывает. Бывает, вот прям хочу сладкого. Ну, надо же начинать работать изнутри над собой, то есть организм очищается же. В процессе вот работы, у меня же там есть массаж внутренних органов, те же вот эти йоговские, эти включения животом, все это. Все это урегулирует и нормализуется, и оно просто само подсказывает, что тебе. Прям вот я чувствую, что я хочу, что я хочу. Тогда хочется спросить, какое ваше любимое блюдо и какое нелюбимое? Гречка. Нелюбимое или любимое? Любимое гречка. А нелюбимое лучше терпеть не может просто. Может быть, я как-то ел однажды неудачно приготовленные грибы. Больше никогда. Однажды в жизни попробовал грибы, больше их не пробовал. Но это, это, нет, это просто мое предвзятое, потому что человек неправильно приготовленный. Это место называют Дикий Холк, как невесты жили ангелы на нем. Прилетают в белокрылые чистые, из далекой, из бескрайней высоты. И воркуют, и смеются, и поют, только сутки на землями живут. Я не знаю, чем им дорог этот волк, ожидают их сошельствия с ружьем. Охота на ангелов, грех и печаль. Охота на ангелов, пятого не жаль. На диком холоме, я верю в сон. На диком холоме, в дикий закон. Я увидел, ошарашен был и зол. Как посмели вытворять здесь произвол. Это чудо из бескрайних сфер небес. А мне сказали, ты чужой, и стой, не лезь. Это наши несвершенные дела. Это совесть, что спокойно умерла. Это небо перевернутое вспять. Это вера вдруг воскрешая опять. Охота на ангелов, грех и печаль. Охота на ангелов, ничего не жаль. На диком холоме, я верю в сон. На диком холоме, в дикий закон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok